дорогие друзья всем добрый день всем здравствуйте зовут меня ольга вы на моем канале о моих увлечениях здесь мы с вами вяжем вышиваем читаем совершаем покупки что-то обозреваем обо всем об этом я вам рассказываю мы с вами обсуждаем в комментариях что-то нравится что-то не нравится что-то повторяем а что-то уходит в историю да так и история история это будет про май месяц мая 2023 года как у меня камеру настроить так по-моему лучше будет так значит история про май что же я хочу в мае 2023 года на самом деле у меня есть начатые работы которые мне бы очень сильно хотелось завершить и одна из этих начатых работ давайте все по порядку я думаю что вы многие из этих работ уже видели если смотрите мои влоги но прежде чем мы с вами перейдем к моим процессом отвечу на вопрос шуоля что ты на себя надела что это за красота где посмотреть на это изделие есть описание описание платное находится она на бусте в инфобоксе будет ссылочка кому интересно проходите смотрите если очень понравилось приобретайте я вам за это искренне благодарна ну а мы с вами поехали начнем мы с сссс вот этой пряжи это у нас пряжа лора пьяно здесь 15 процентов кашемир 85 процентов хлопок 300 метров на 100 грамм цвет написано персиковый вот такой он он вот такой не слишком блеклый но блеклый и здесь у меня готовится новое описание которое тоже будет потом на бусте в pdf формате который можно будет распечатать вот так же ничего не изменилось последнего раза с итогов здесь ничего не поменялось то есть как она есть вяжется изделие сверху вниз здесь я сейчас буду оформлять горловину затем просто перейду на вязание рукавов все это буду описывать естественно это занимает больше времени но дело даже не в этом дело в том что в прошлом месяце я отвлеклась на новые старты о них мы с вами тоже сегодня поговорим и так в планах у меня довязать в мае это изделие в обязательном порядке вяжу я его в рабочее время когда у меня включен компьютер поэтому чем больше работать и меньше продвижение по процессу так следующее это я хочу довязать следующее что я хочу довязать и наверняка довяжу потому что я вообще не могу оторваться от этой работы это круглая кокетка ох как давно я не вязала круглых кокеток как я соскучилась как я прям с таким вдохновением с таким азартом вижу эту круглую кокетку вы себе даже не представляете я не могу вам передать словами как это увлекательно вот такие вот будут полоски пряжа у меня получается она меняет цвет до градиентом идет от светлого к темному я начала вот изнутри да с очень-очень светлого оттенка но так как я градиент не люблю я его разбавила пряжей вот такой вот серенькой мы с вами уже с этой пряжей не раз сталкивались это 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 пряжа это пряжа это пряжа мотылек я тут еще сверху намотала вот это пряжа мотылек на 70 хлопок 30 лапса знаете что мне больше всего нравится мне нравится то что пряжа отличается ну понятно да не только по составу по метражу по тактильным ощущениям вот эта вторая пряжа серенькая она погрубее она потолще она более такая знаете крепкая вот это если если вот это мягкий хлопок он такой податливый а вот это вот пряжа она такая как немножко на фоне вот этого до хлопка от атрофил она такая немножко брутальная знаете такая вот прям имеют характер и силу воли и здесь я еще делаю изнаночную бороздочку такую за счет этого получается вот так вот такой рельеф из полосочек как мне нравится я вот сейчас буду монтировать все видео которые я снимала и буду с превеликим удовольствием писать я прямо даже сейчас уже представляю как я перебираю петельки вот что с нами порой делает пряжа пряжа лежала у меня голоса еще нет не знаю когда он будет в общем буду хрипеть вот а пряжа лежала у меня очень очень давно больше года дарила мне кажется мне ее юля с канала юля ди если это так вот эту пряжу я знаю что мне дарила леночка орлова но кашемир уже сразу я так думаю так наверное начнем поиск дарителя с состава да тут что сразу поняла а вот эту не помню по моему юля мне дарила вот сколько уже времени прошло что даже знаете вот память девичья да все это я посмотрела а не подписывает аня полозняк она подписывает подарки и кладет бумажки да кто что подарил а я очень так не делала и теперь кто же его знает только видео если пересматривать в общем я все равно безумно благодарна вам девчонки за подарки конечно это очень приятно да пряжа всего лишь пряжа а момент распаковки подарка от получения эмоции это было конечно незабываемо и так 250 грамм 1000 метров 55 органических хлопок 45 анти пилинговый акрил производства турция и пишут что на футболку нужно 500 грамм у меня получается только 250 вот посмотрим что у меня из этого получится буду вязать футболку ну конечно у меня во первых есть второй цвет на резинке на и во вторых я действительно буду навязать ее с коротким рукавом хочется мне у меня есть круглая кокетка с по моему тоже трофил там была пряжа связанная с длинным рукавом там была она в пасмах такая очень красивая недавно была я в кадре в ней и мне хочется с коротким рукавом могут да не три четверти даже посмотрим как получится и это у меня план номер два на этот месяц по вязанию план номер три нашел себе домик вот тут у меня тут лежали книги но как он тут занял этот это это домик я не знаю так получилось ну тут конечно так как я его прямо сейчас не вижу а я тут тоже кое-что придумала вяжу то я обратно поворотными рядами в два сложения это бобинная пряжа тестовая пряжа с магазина кальверу я не знаю есть там она или нет там были разные смотки намотки вот и бобины до целые огромные бобины у ее чуть не упала так вот так выглядит пряжа она очень красивая в матке ну и собственно в полотне она тоже не менее красиво но она косит поэтому я вяжу обратно поворотными рядами начала вязание снизу да вот как только на играюсь в кокетку периодически буду возвращаться и к этому процессу он пока вяжется очень просто здесь нужно просто выгнать все полотно до плеч и вот там я кое-что придумала но может быть еще и передумаю пока вижу это я пока кокетку вязала вот думала и это изделие вяжется очень быстро потому что вяжется на больших спицах и я бы хотела видеть его в виде готовой работы к концу месяца вот дальше 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 у меня тут рядышком еще пряжа одна лежит вот ее покажу потом нужно будет отключиться и сходить за пряжей следующее что я хочу связать в мае я хочу связать носки почему-то мне кажется что этот более пухлый чем вот этот из вот такой вот пряжи пряжу мне туда реле вот тут я не помню кто мне ее дарил но точно знаю что дарили и лежит она у меня очень давно мне нравится оба эти цвета это не стандарт это 300 метров на 100 грамм от пихорки выгодный носок называется и здесь 40 шерсть 60 пан она такая ниточка достаточно толстенькая и мне хочется связать носки будут ли это описание не будут это мне кажется нет скорее всего мне хочется знаете вот эти укороченные носочки я в одном из влогах вам показывала укороченные носки такие спортивные с подворотом который я сшивала сейчас буду вязать сверху вниз может быть мастер-класс нему не знаю если что-то интересное внедрю например какую-то новую пятку да не совсем стандартную то может быть будет бесплатный мастер-класс но я подумаю а может быть просто для себя в свое удовольствие вот хочу повязать из вот этой пряжи обе пряжи просто хочу вывязать в ноль получить потрясающе красивые носки по цветам здесь цвет горох называется 119 вот это очень красивый бирюзовый он так и называется бирюза 583 цвет вот такие два матка должны стать готовыми работами я очень на это надеюсь так и следующий процесс по вязанию сейчас вернусь и покажу я хочу новые старты да вот это будут носки которые я вам показала это первый второй старт первый не знаю как там я еще буду это все сочетать следующий старт это плечевое изделие мне очень хочется это разного рода пряжа которая ну хватило бы условно на шапочку но я не вижу себя в таком цвете в шапочке но я прекрасно вижу джемпирог у меня есть хвойный полосатик он не очень нравится там тоже сочетание цвета где-то вот такое что-то между было вот а здесь у меня остатки пряжи у меня же есть проект все остатки извяжу и вот я под этот проект да хочу начать вязать кокетку круглую кокетку у меня еще где то есть иные поедки мелкие тоже туда можно будет внедрить чтобы вот этого блеска было поменьше да тут тоже деликатный непонятные люрекс от yarnart нет да от yarnart камелия которые вот надо опять собрать а здесь юля мне дарила вот эту я точно помню 50 процентов baby альпака 50 процентов меринос 100 грамм филоти натураль 460 метров на 100 грамм они по метражу но я и так вижу уже до отлично подойдут и по цветовой палитре они друг другу отлично подойдут я хочу такой вот полосатик и хочу я круглую кокетку вот прям влюбилась и я не знаю я с ним борюсь каждый раз бодаюсь еще вот туда вижу сначала потом вот эту начну а может быть и нет может быть сразу начну я не знаю кстати тут даже уже спицы нужные мне лежат 325 может быть тройку взять хотя тут в общем я посмотрю еще ну вот тоже спицы где-то тут уже готовенькие оказались в общем вот такая красота должна в итоге у меня тут как-то нарисоваться вставляете даму красиво мне я это все вижу я вот это вот все вот прямо таки вижу чуть ум на зеленый как-то надо бы поставить куда-нибудь вот так видите мне кажется красиво должно быть горчичный цвет у меня есть еще другой если что если мне прямо надо надо будет добавить в общем все остатки извяжу проект вот так теперь тут что тут теперь творится из-за вот этой вот нити надо ее срочно куда-то внедрить чтобы она мне больше глаза не мозолила так я еще написала себе топ начать но тут я подумаю если будет прям вот такая вау идея я конечно знаю из какой пряжи я начну топ но если этой вау идея не будет да то топ я начну уже в июне а там уже буду пряжу выбирать да вот так это что касается вязания вот план мне кажется такой вот прям хороший план прям добротный как вам кажется смогу не смогу но тут-то по начинать хотя бы а вот это работы все бы завершить так следующий блок это у меня блок о вышивке меня тут три моих сюжета один я завершила один я начала в прошлом месяце и сейчас мы о них поговорим так это остатки это не то это не то вот давайте вот с этого начнем этот процесс я начинала на день военно-морского флота скоро он снова наступит а у меня воз и ныне там что называется я как вот уголочек один оформила так собственно здесь и топчусь вот он у меня уже корабль вот он вот прям вот тут начинается а я все тут топчусь и топчусь и топчусь и никак не до топчусь вот пора бы пора и я ставлю себе здесь 5000 крестиков смогу не смогу прям вот в наказание знаете чтобы было такое наказание в удовольствии мазохизмом каким-то попахивает но вот то что что поделать вот так следующий сюжет который тоже лежит я горячо люблю этот набор я прям грезила им я мечтала о нем я его получила я его начала я прямо с таким вдохновением ну а потом случились события я тут вышиваю на мечту и понимаю что мечта это не сбудется в ближайшее время вообще никак и это видимо меня настолько оттолкнуло до от этой работы что я вот забросила и все тут и вот она у меня по чуть-чуть совсем движется вот в прошлом месяце совсем не брала и тоже ставила в прошлом месяце тысячу крестиков в этом месяце ставлю две тысячи крестиков может хотя бы это меня как-то немножко простимулирует из серии ну тут у тебя слишком много работы давай 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 бери работой давай но не знаю не факт конечно что этот работает ну а вдруг попытка не пытка дальше реолис я начала вот такой вот сюжет вот он называется мой дом тоже связано с домом да здесь у нас сэмплер примитивы я думала это будет очень легкая работа но на самом деле оказалось все не так-то просто очень мелкий каунт во-первых до мелкие крестики а во-вторых все это очень вышивается в одно сложение нити и получается все очень меленько-меленько аккуратненько аккуратненько ниточки путаются когда вышиваешь в одно нить я давно заметила что нить путается и здесь я себе ставлю тысячу крестиков всего лишь ну да я очень надеюсь что все это у меня получится главное поставить цель и идти к ней не ну если не смогу идти лягу и буду лежать в направлении цели до поглаживая свои наборчики может это поможет ну не факт так теперь у меня здесь чего только нет дальше дальше я хочу дочитать книгу в следующий блок это книги хочу дочитать книгу анары де бальзак сцены провинциальной жизни вот здесь получается я нахожусь на 234 странице а всего здесь получается сейчас посмотрим 625 страниц я перечитываю это произведение поэтому я его читаю размеренно как классическую литературу и наслаждаюсь слогом больше чем самой сюжетной линии далее я хочу я начала читать первые тут несколько страниц да это книга за которую я гонялась фикс прайсе в последний раз я ее искала на всех полках наших фикс прайсов думала к нам ее не завезут но это не так даже в нескольких экземплярах она у нас потом появилась вот один я отхватила себе книга называется что-то не так с гелвинами роберт колкер здесь у нас стандартная американская семья многодетная семья папа там не помню то ли офицер то ли ну в общем такой интересный тоже персонаж мама домохозяйка но такая правильная домохозяйка но что-то с детьми не то у детей есть какие-то я так понимаю генетические отклонения вот очень хочется почитать что же с ними не то что-то не так с этими гелвинами что же с ними не так надеюсь что мы с вами узнаем об этом следующем месяце еще я читаю электронно книгу выбор его забыла опять эдит его эгер написала там идет про концлагерь и поэтому я думаю что я ее в ближайшее время дочитаю там осталось меньше половины книги вот так все вышивка есть вязание есть про книги рассказала все три направления которыми я активно увлекаюсь но про спорт я вам буду рассказывать во влогах и не только про спорт про питание про то как я себя веду в плане до подготовки к лету надеюсь что у меня тоже там все получится и вес уже пойдет на снижение хотя бы на несколько килограмм пожелайте мне удачи чтобы все было хорошо ну а я сегодня завершаю это видео и пошла заниматься до сегодня уже вторая половина дня а я все настраиваюсь ну ничего все будет хорошо я желаю вам всего самого наилучшего не болейте и всем пока пока